Мало кто не знает имени Чингисхана, а досадно потому, что след, оставленный им в истории, исключительно кровавый, мрачный, но негативный. И тем не менее, его присутствие в истории мировых цивилизаций было таким потрясением, что имя это действительно запечатлено, наверное, навсегда. Итак, кровавый след завоеваний 13 века – это одна из мировых катастроф в истории. Это великий ужас, который пришел из глубины Азии и нанес огромный урон цивилизациям и Востока, и Запада. Но с нашей историей он связан отечественно и косвенно, потому что Батый, который известен нам как предводитель страшного нашествия 13 века на Русь, был внуком Чингисхана, сыном его первенца. Лично Чингисхан, как персона, как историческая фигура, с его первым именем, а первое имя – Тимучин или Тимуджин, задолго до того, как он стал ханом, правителем, объединителем монгольских племен, его родовое имя – Тимучин или Тимуджин. Он, как личность, ужасен, можно сказать, с самого детства. Он убийца брата, лично убивал родного брата Биктера, и побратима Джамухи, которому многим был обязан, по-видимому, тоже лично, хотя это не так точно, точно, что воевал с ним не на жизнь, а на смерть. И, тем не менее, как объединитель монгольских племен на горе всего цивилизованного мира, он широко известен. К тому же, он дал некие первые законы до того абсолютно диким кочевым монгольским племенам. Он завоевал огромные территории от Индии до Центральной Азии. Потомки его дошли до Адриатического моря. Прежде чем рассказать его личную биографию, годы его жизни, 1155-1227, несколько слов о монгольских племенах, которые он объединил, став зрелым человеком. Начиная примерно с середины VIII века, группы монгольских племен разрозненных, кочевых, находящихся на стадии абсолютного варварства, едва выйдя из дикости, начали свое движение на запад. Некоторые исследователи считают их движение из глубин Монголии одно из поздних волн великого переселения народов, явление, связанного прежде всего с падением Западной Римской империи. Из полулегендарных сведений известно, что монголов почти истребили их соперники племя Киданий. Ну и по преданию, от монголов остались два мужчины и две женщины, которые спаслись в районе Большого Хингана и реки Аргун в самой глубине Монголии, и от которых и пошли монголы, как таковые. В буквальном переводе монгол бессильный, простосердечный, то есть какой-то примитивный. И по легенде, опять-таки, они возвысились потому, что научились плавить железо, расплавили гору, через которую вышли на большие просторы степей, до того зажатые соперниками. Великие амбиции Тимуджина или Тимучина, будущего Чингисхана, пришлись как раз, вот личные его амбиции пришлись как раз на то время, когда племена нуждались в лидерах, в вождях. Сочетание позднего варварства и раннего степного рабства относительного, непохожего на классическое европейское, они требовали амбициозного лидера, каким и стал в будущем Чингисхан. Ему приписывают слова «Если раб не предан хозяину, убить его». Уже было разделение на знатных, ван, княжеский, знатный человек, и простых, и совсем жалких, тех, кого он называет рабами. Все это не очень похоже на европейские формы, но в основе какое-то сходство, конечно, есть. Итак, биография. Родители Тимучина, известный. Его отец, Ясугай Баатур, был главой Улуса, благополучного, процветающего Улуса. Улус – это монгольское явление. Это не то, чтобы определенная территория, это определенная группа людей, в основном родственников и их рабов, но которые кочуют в каких-то границах, и они способны эти границы защищать. Вот таким Улусом руководил Ясугай Баатур, в своей среде человек известный, воинственный, воюющий и состоятельный. Мать звали Оэлун. В свое время Ясугай отбил ее у соперников племени Меркитов в связи с ее красотой, и она стала старшей женой Ясугай Баатура. Тимуджин или Тимучин – ее сын, но всегда были сомнения. Потому что отец отбил ее у соперников Меркитов и всю жизнь сомневался, а вдруг в нем есть Меркитская кровь. В те времена племена, которые соперничали друг с другом, испытывали к соседям очень острую вражду и нежелание с ними смешиваться, кроме как специального брака, если это брак типа династического. А так, похищение женщины, борьба за похищенную – это все суровая повседневность их жизни. Тимуджин родился, когда отец вернулся из очередного похода против племени татар. Поход был успешным, но отец очень быстро умер. Его окружение было убеждено, что татары успели его отравить на обратном пути из похода. Где-то проявили какое-то неожиданное гостеприимство, он откликнулся на это гостеприимство, а затем начал умирать. Ядами эти племена владели. О рождении Тимуджина рассказывают много мифов, преданий, и как-то они все очень соответствуют будущей страшной кровавой фигуре. Но, во-первых, точным год его рождения не является. Я называл 1155 год, но сам он не знал кода своего рождения. Есть вариации, что это был 1162 и даже 1167, то есть он умер в более преклонном возрасте или менее. Поскольку он сын кочевников, то, конечно, точное место его рождения неизвестно, но считается твердо, что это был район озера Байкал, где в это время кочевали монгольские племена. По преданию, в правой руке младенца была зажата запекшаяся кровь, похожая на камень. Его лицо светилось, повторяя это все позднейшие мифы. У него были светлые, неожиданные для монгола глаза и рыжеватые волосы. Наверняка эти подробности, которые должны подчеркнуть необычность Чингисхана с самого рождения, сочнены позже, но сам стиль, характер, содержание их, особенно кровавый сгусток в правой руке, очень соответствует будущей фигуре и его будущей судьбе. После смерти Исугая, вассалы и родственники умершего Баатура откочевали, как они это называли, бросили его у луз, и его мать Ойлун оказалась в очень тяжелом положении. Распался прежде благополучный у луз. Нет строгой территории. Разбежались люди, которые были верны ей. В особенности важно, что ушли нукеры, так называлась дружина Баатура-Ясугая, то есть вассалы, те, кого в Западной Европе, условно говоря, называли вассалами. Они были и слугами, и воинами, и загонщиками на охоте и так далее. Семья оказалась в очень сложных условиях. Детей было немало. Три родных брата – Хасар, Хачиун, Тэмуче, и сводные – Бектер, Бельгутай, два сводных брата. Ранняя биография Тимуджина связана с очень странным эпизодом, о котором современники-хронисты рассказывают туманно. На какое-то время Тимуджин оказался в заточении, в деревянных колодках, как бы под арестом. Рассказывают, что причина была, вроде бы, очень наивная. Тимуджин и его брат Хасар в ссоре убили молодого воина из монгольского племени Тайчиутов. Вождь Тайчиутов приказал заковать мальчика на время в колодку. И Тимуджин в раннем, ну, подростковом возрасте пожил среди рабов и скота. В будущем, когда он дал объединенным монгольским племенам первые законы Ясы, он сформулировал там мысль примерно такую «Монгола нельзя держать в рабстве». Некое такое превосходство монгольских племен, из которых он произошел, он подчеркнет в будущем, когда станет правителем. Его юношеская жизнь начинается с брата убийства. Братья были от разных жен Ясугая. Тимуджин старший от Эйлун, Бектер старший от второй жены. Повод. Кто-то у кого-то, это мальчики, подростки, юноши, отнял рыбу, пойманную только что. По другой версии, отнял жаворонка. Они ставили силки на птиц, удили рыбу. Тимуджин и Хасар вместе стрелами пронзили третьего брата, Бектера, и ушли, чтобы скрыть свое преступление. Как вспоминается библейская история, «Каин, где брат твой Авель?» Я думаю, что за этими историями про рыбу или жаворонка стоит та же библейская проблема первородства. Кто главнее? Третий брат лишний. И так далее. Хотя детально мы этого не знаем. Когда Тимуджину исполнилось 9 лет, его отец Ясугай, который тогда еще был жив, договорился о том, что он находит невесту для своего первенца. Ее звали Борте, и ей было 10 лет. Но тут дальше чистый роман. Меркиты, у которых Ясугай в свое время похитил Ойлун, в отместку похитили Борте, невесту его сына. Ясугай удалось отбить, вернуть ее назад. Но навсегда затаил будущий Чингисхан ненависть к этому племени, к Меркитам. Вернуть Борте, к которой, видимо, как ни странно, этот злодейский тип был привязан. И сильно привязан. Так же, как и к матери. Отбить ее помог некто Джамуха, друг детства. У каждого злодея, у каждого тирана, как я замечаю, практически у каждого, находится друг детства, с которым они сначала очень близки, и которого потом наш злодейский персонаж убьет. Это тот самый случай. Джамуха был самым влиятельным среди монгольских вождей. И потому друзья детства оказались соперниками. Часть нукеров от Джамухи начала перебегать к Тимуджину, который нарочито подчеркивал свою щедрость, свою справедливость. Ну, что он лучше, чем Джамуха. А ведь это друг детства. В конце концов, в 1201 году состоялось прямое столкновение между былыми друзьями. Этой битве предшествовала долгая вражда, ссоры, выяснение отношений, обиды. В итоге сражение, в котором трудно определить четкого победителя. Оба рассказывали, что они победили. И известно, что битва эта закончилась страшными жестокостями, которые потом Чингисхан, как вождь объединенных монгольских племен, будет проявлять в разных странах по отношению к разным народам. А здесь, после этого сражения, молва глухо говорит. Была жесточайшая расправа над пленниками, которых сварили в котлах, кипящих котлах. Это ненависть, дошедшая до озверения, но неизвестно точно, какая сторона применила эту жестокость. Зная дальнейшую биографию Чингисхана склоняются к мысли, что он. В 1189 году произошло очень важное событие. Тимуджин был избран ханом. На какое-то время, перед его воцарением, так сказать, монголы рассыпались, мозаика племен и единого хана не было. И вот Тимуджин избран единым правителем под именем Чингисхан. Буквальный перевод что-то вроде или океан, или избранник неба. Он сам хотел, чтобы его считали избранником неба. Но точный перевод скорее океан. Сам себя иногда в будущем он будет называть еще и владыка вселенной. То есть, чем космичнее его власть, тем ему больше нравится. В 1206 году состоялся Курултай, где Чингисхан стал главой всех монголов. Это приняло как бы официальный характер. Тимуджин стал ханом это одно. А теперь под именем Чингисхан он глава всех монголов. У него белое знамя с изображением серого кречета. Это высшая власть. Что выдвинуло его и возвело в столь высокое положение. Его выдвижению помогло то, что он находился некоторое время на службе китайского императора и получил от китайского императора, ну, тоже как вассал, пограничный вассал, титул Джао-Тао, то есть пограничный чиновник, военачальник. Особенно отличился этот Джао-Тао или будущий Чингисхан тем, что он совершенно беспощадно истребил племя татар. Та жажда мести, которая была у него с детства, стремление отомстить за убийство отца, а он не сомневался, что отца отравили татары, привела к тому, что он как пограничный служитель китайского императора, ну, что-то вроде того, что в Риме называли федерат, союзник, правитель пограничной области, добился полного, нашел повод и добился полного истребления татар. Известно то зверство, которое он применил при этом. Всех схваченных, включая детей, женщин уводили сразу их в рабство в плен, а мужчин истребляли с какого возраста. Ребенка ставили на фоне оси колеса и если его голова была выше оси колеса, смерть ниже, он считается ребенком и еще поживет. Историки довольно много размышляли и размышляют над причиной объединения монгольских племен, которое привело к тому, что Чингисхан стал верховным правителем. Называют такой мотив, как интуитивный страх монгольских племен перед возможным самоистреблением. Это верно. Они настолько жестоко враждовали друг с другом, ну, например, я рассказывал Тимуджин и Джамуха, все это происходило повседневно. Они настолько враждовали друг с другом, что была опасность истребить самих себя. Нужен лидер и, конечно, где-то в подкорке с самого начала. Лидер, который не только наведет некоторый порядок, но и, наверное, эту энергию завоеваний и вражды выведет вне, наружу, на другие племена и народы. Так и случилось. Тем более, что жестокости, которые я упоминала, они были очень страшны. Племя за племенем фактически исчезали, как когда-то исчезли и предки монголов. Тоже мифология, но она о чем-то говорит. Быть предводителем и не воевать в то время было невозможно. И, естественно, что он начал сразу же завоевательную политику. В 1207 он воюет с племенами в верховьях Енисея. В 1209 покоряет уйгуров в Восточном Туркестане. В 1211 идет на Северный Китай уже, через пустыню Гоби. И тут я приостановлюсь. О взятии Пекина расскажу чуть позже. Что способствовало его успеху и такому стремительному продвижению навстречу своей всемирной завоевательной политике и славе. Став предводителем всех монголов, он сначала потерпел несколько частных поражений и пересмотрел состояние своего войска. Нельзя отказать ему в какой-то решительности, чувстве нового, готовности к реформам. Он заставил сотни и тысячи пленников работать над созданием осадных орудий, известных и через Европу, и через Китай. Он очень хорошо пользовался тем, что мы называем разведкой. Рассылал переодетых замаскированных агентов, которые проникали к его врагам, соперникам, воровали бумаги, подслушивали и приносили ему донесения. Монгольское войско становилось все сильнее и сильнее, особенно потому, что по сравнению с цивилизованными народами и их войском, оно было очень неприхотливо. Солдаты жили в войлочных юртах, топили разжигали костры и обеспечивали обогрев и приготовление пищи на таком материале, как лошадиный и верблюжий навоз. Они применяли примитивнейшую, но дающую результаты тактику выжженной земли вокруг осажденной крепости или города. Причем выжженной буквально. Это выражение иногда применяют как образное. Нет, это было буквально. Их юрты на колесах становились укрепленными центрами тоже. И их бесконечные зверства, о которых тогдашняя устная информация распространялась быстро и наводила страх на соседние и даже не очень близких соседей, на все народы вокруг монголов. Сохранился рисунок в одной из хроник XIII века, посвященный зверствам монголов. Изображены руки, ноги, отрубленные человеческие, отрубленные головы, над костром на вертеле человек, полностью фигура обнаженного человека, которого жарят на вертеле. Я не утверждаю, что они будут употреблять его в пищу, но картинка, написанная, нарисованная художником хронистом в XIII веке, производит ошеломляющее впечатление. Чингисхан занимался не только военной подготовкой к будущим завоеваниям, он ввел шаг за шагом важные административные преобразования среди монгольских племен. Он разделил их на 95 военно-административных районов, которые в целом соответствовали расселению племен, и все-таки это уже были административные единицы. При нем можно сказать, появилось территориальное деление, где основной единицей была тысяча, а это территория, выставляющая тысячу всадников. То есть, конечно, их административная жизнь подчинена войне, и его завоевательные войны будут иметь некий тыл в лице преображенной Монголии. При нем было создано 16 служб. Экономические снабжения двора и армии, военно-полицейская служба, 10 тысяч составляла гвардия Чингисхана, вводилось письмо, за основу взяли уйгурскую письменность, свое они не создали, была сокольничья служба, некий секретариат, где писались письма соседним вождям, царям, императору китайскому и так далее. Появилась власть на местах темники, тысячники, сотники, десятские, то есть была проделана значительная работа по организации формирующегося, рождающегося монгольского государства. И все-таки фундаментом его, этого ну прото-государства, были завоевания Чингисхана. Я назвала уже несколько важных областей, которые он покорил в начале 13 века, и очень яркое событие, важное в этом смысле, произошло в 1215-м. Был взят Пекин, был покорен древний Китай, одна из древнейших цивилизаций мира и сильных цивилизаций. При захвате Пекина было много жестокости, ужасов, грабили все. Многие прыгали со стен, особенно женщины, которые знали, что их ждет, чтобы погибнуть до того, как их схватят монголы. Горы костей и руины, вот что он оставлял после себя. Он не любил города. Он уже после Пекина высказался, это было записано, что он не понимает смысла городов. Там нельзя пасти скот. Что же это такое за поселение? Он не видел в нем смысла, а всякие красоты, которые были так свойственны древневосточным цивилизациям, в том числе китайской, безусловно, они его даже раздражали. Говорят, что особенно раздражили его красивые пруды с цветами, всякими плавающими листьями и цветами и лебедями, что показалось ему верхом глупости и бессмысленности. В 1218-м Чингисхан начал наступление на Центральную Азию с берегов Иртыша. Один за другим пали блистательные города и государства Бухара, Самарканд, Ургенч, Хорезм, где прежде всего погибала духовность, красота, искусство и в конце концов народонаселение тысячами, многими тысячами людей. Процитирую арабского историка Ибн Селясира, который описал падение и разграбление Хорезма. Это был ужасный день, отовсюду слышали срыдания мужчин, женщин и детей, разделенных на веки монголами. Варвары бесчестили женщин прямо на глазах у этих несчастных, которые в своей беспомощности могли только плакать. Многие зрелищу этого ужаса предпочитали смерть. Иногда завоеватели монголы обещали кому-то в тактических целях пощаду, но потом все равно убивали. Им не надо было столько пленников, им нужны были только материальные богатства, которые они жадно собирали. Итак, названные мною государства Хорезм, Бухара, Смарканд, расположенные к югу от Аральского моря, с начала десятого века добились независимости от арабских завоевателей аббасидов, династии аббасидов. Теперь они были уничтожены, стерты на какое-то время с лица земли монголами. Начиная с 1219 года, частью войск Чингисхана командовал его старший сын, Джочи или Джучи, тот, который был у него на подозрении в смысле своего происхождения. Наверное, подозрения усилились, потому что Джучи обнаружил некоторые отличия от своего отца. Он временами щадил врагов. Чингисхана это подиводило в бешенство. Он не признавал понятий пощадить, пожалеть, помилосердствовать. Территория монгольских завоеваний при Чингисхане была огромна. Группа его войск дошла до реки Инд в Северной Индии. В 1220 был завоеван Северный Иран, Закавказье, Крым. В 1223 году состоялась знаменательная для нас нашей истории битва на реке Калки, где половцы в союзе с русскими князьями пытались остановить монголов. Проявленное там зверство широко известно. Они настелили специальный деревянный пол настил на тела раненых, плененных воинов русских и половецких и сели пировать на них, на стонущих и умирающих людях, которые были под настилом. Что-то изысканное было в этой жестокости. В Китае надолго утвердилась монгольская династия, которая вошла в историю под названием династии Юань. Она будет до второй половины четырнадцатого века. Казалось бы, Чингисхан должен ощущать себя тем самым владыкой мира, которым он хотел называться. Но у него появилась забота, в которой завоевательная политика не помогала. Он боялся смерти. Он ощущал старость. Мы не знаем точно, сколько ему было лет, но что за шестьдесят, скорее всего, он вызвал к себе, выписал известного монаха Чанчуня, последователя даосизма, путь Дао, есть такая философская система с центром в Тибете, и требовал, чтобы он помог ему познать тайну бессмертия, намекая на то, что и обеспечить ему бессмертие. Чанчунь был человек ученый, образованный, и, конечно же, не обещал. Но при этом Чангисхан не забывал сказать Чанчуню, чтобы он не смел говорить ему о милосердии, о доброте, это его только раздражало. Его последний поход состоялся в 1227 году против государства Сися, Тибета, бирманские племена, тангуты на территории современного Китая. Еще до этого, за два года до похода или за полтора, Чангисхан упал с коня. Симптом нехороший, говорящий о том, что он не в той форме, конечно, могло случаться, но последствия падения никак не проходили. Он болел все больше и больше. И, наконец, умер под стенами столицы государства Сися на 66-м приблизительно, году жизни, завещая истребить всех тангутов. Известен очень занятный факт. Один из большевиков, видных большевиков, Николай Иванович Бухарин, впоследствии расстрельный, был близок к Сталину и любил называть его Чингисхан. Сталину очень нравилось это прозвище. Выразительный факт. Чингисхан страшное явление, понятное, объяснимое, частично итог великого переселения народов, перемешивание цивилизации и дикости, частично это столкновение Востока и Запада, разных типов цивилизаций, где-то сращивание, монгольская династия надолго укрепилась Китай, где-то разрушение в Центральной Азии, но во всяком случае, эта страница истории, достаточно понятная с точки зрения объективных явлений, окрашена личностью предводителя, которого можно назвать сыном своего времени, но все равно и при этом он производит тягостное впечатление на потомков.